Как стало известно информационное агентство Prime Crime, сегодня в октябрьском суде Минска 44-летнему лидеру Менгрельского воровского клана Гели Кардавия назначена первая судимость. Подсудимый признан виновным в неоднократном использовании поддельных документов. Судья Руденко полностью удовлетворил ходатайство обвинения, которое запросило накануне для Гелы три года лишения свободы. Напомним, Гела Кардава был задержан в январе в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию с паспортом на другое имя. Отправившись за решетку на реальный срок, Гела Кардава покинул клуб несудимых воров уровня ТОП, в который пока еще входят Мирон, Дата Азманов и Каха Парпале. Предстоящая отсидка обещает стать уникальным опытом как для самого Гела, так и для всей белорусской исполнительной системы, внутри которой не часто оказывается вор не белорус. Одним из последних таких гастролеров был Сергей Акимов, который отсидел весь срок, не называясь. Что касается статуса Гела, в изоляторе на Володарке он сразу же был подтвержден с волей единственным действующим белорусским вором в законе Александром Кушнеровым, который по счастью является сподвижником Гела и даже его крестником. Гела Кардава имеет репутацию одного из наиболее активных и известных воров в законе среднего поколения. Во времена позднего Хасана ему несколько лет довелось находиться в самой гуще событий и не на последних ролях. Затем миг на вершине мира сменился личной преисподней. Вместе с растущей популярностью Гела приобрел себе массу могущественных врагов по ту сторону баррикад. Пришедший на место Хасана Шекра в конфликте Гела и Бадре выбрал сторону Бадре. После этого Гела, бывший всегда на слуху, на несколько лет пропал из поля зрения. Часть его сторонников за это время перешла под протекторат Були, который Гелу к себе так и не подпустил. Нынешний год стал для Кардавы особенно щедрым на удары судьбы. Совершенное в апреле убийство Гии Звиададзе больнее всех отразилось именно на Геле. Не секрет, что в последние годы между ними возникло настоящее чувство локтя. Оба, каждый чем мог, давали друг другу поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Рядом со Звиададзе Гела вновь почувствовал свою нужность и приобщение к чему-то значительному. Впрочем, конфликт воровских кланов, в котором Гела здорово успел наследить, возможно, не самое страшное, с чем в ближайшее время ему предстоит столкнуться. Основная угроза Кардаве исходит непосредственно от самой системы, сохранившей в деле по дискредитации воровского элемента передовой советский опыт. Возможно, в сложившейся ситуации, небо, на которое Гела привык уповать, послало ему самое безопасное место, чтобы просто выжить. Субтитры создавал DimaTorzok